Всем привет! Сегодня я хочу провести один очень интересный для меня эксперимент. Проверить объем своих легких. Для этого нам понадобится линейка и воздушный шарик. Приступим! Ход работы. Первое, что мы должны сделать, это глубокий вдох. Потом мы должны весь свой кислород выгнать в этот шарик, зафиксировать его. И диаметр данного изделия, так скажем, запечатлеть на линеечку. Смотрим, сколько у нас получается. Беру приложение в телефоне. И там есть такая функция, где все переводится. И мне скажут, сколько у меня объем легких. Раз, два, три. Начнем. Так. Знаете, в чем проблема? Шарик какой-то не сильно круглый, поэтому диаметр относительно... Какого угла-то взять? Так как я не поняла, как именно мерить диаметр шарик, когда он неровный, я решила взять на помощь две книжки Стивен Кинга. Я же говорила, он когда-то пригодится. Берем, значит, зажимаем. Кстати, книжки интересные. И смотрим. Так, оператор. Приблизь, пожалуйста. Ага. Ну, получается где-то 19 сантиметров. Ну, плюс-минус. Окей. Я сейчас повторю еще два раза, чтобы среднее значение определить. И переключусь к вам. Голова закружилась. Сейчас еще раз. Давайте. Давайте. Как же тяжело! Ладно, приступим. Берем две книжки. Я думаю, навряд ли это правильно я делаю. У меня был еще один опыт. Я пыталась, значит, в воде. В ванне. Вот. Перебью себя. У меня получилось 20... Сейчас, сейчас. Еще раз. 20 сантиметров. Так вот. Перебью себя. Первая у меня вообще попытка была измерить свои, так сказать, легкие. Я взяла большую бутыль, наполнила ванную, наполнила эту бутыль, поднырнула и думала, сейчас выдохну. Вот из сколько уйдет воды, столько у меня получается как раз-таки объем легких. Что вы думаете? Нет, это вообще жесть. Я поднырнула, все вылило, все залилось. В уши попала вода, в нос попала вода. Думаю, да, ну, лучше с шариком это сделаю. Так, ну, вторая попытка у меня 20 сантиметров. Сделаю еще третью. Если она не изменится, ну, тогда в приложение входим и там что-нибудь посмотрим. Я тут подумала, а почему третий подходик не сделать после физической нагрузки? Наверняка легкие растренируются и больше воздуха будет. Поэтому мы потянемся. Ой, на турнике. Разомнемся. Ладно, чего разминаться. Молодые нам нужно. Раз. Два. Три. Четыре. Все. Фух. А теперь пробуем снова на душ шарик. Мне кажется, у меня легкие прямо распирают уже. Там будет не 20, не 19, а все 23. Сейчас раздышу чуть-чуть. Мне кажется, ничего не изменилось. Так, берем своего Стивен Кинга. Суем шарик. 19. В общем, лучший результат у меня был 20. Возьму 20. Приложение вот такое. Смотрите. Тут пишется. Напишите диаметр своего шарика. Ну, я пишу. У меня тут 20. 20. Это означает, что у меня объем легких 4,19 литров. Дальше. Возраст 19. А, это мужчина, извиняюсь. Я не мужчина. Возраст 19 мне и рост 175. Мой объем легких должен быть 3,4. Получается, что я... Ого, какая легочная. Ладно, давайте вообще объясним, зачем, для чего это надо. Что дает увеличение объема легких? Первое. Это повышается выносливость. Второе. Это увеличивается физическая нагрузка организма. Ну, и, конечно же, третье. Улучшается кислородный обмен. Как это, собственно, натренировать? Ну, первое, очевидно, это как раз-таки надувать воздушные шары. Второе. Очень хорошо, кстати, упражнение в воде. И еще ничего, так как кардионагрузки подходит для увеличения объема. Вот такой вот эксперимент я провела. Поняла, что увеличить легкие резко не получится после физической нагрузки. Спасибо, что посмотрели мой эксперимент. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Эмили. Всем пока!